Все началось, как ни странно, с обыкновенной бутылки. При этом речь идет не о бутылке, хранящей в себе горячительную жидкость, а о бутылке с водицей животворящей. Лето в этом году очень жаркое и без постоянных вливаний различного рода охладительных жидкостей повышается риск растрескивания черепной коробки. Ну так вот, возвращаясь домой после довольно насыщенного положительными эмоциями дня, оставшаяся девственная бутылка лимонада неожиданно напомнила мне о простой самоделке, которую делал я и практически все мои знакомые в прекрасном далеком прошлом. Для начала освобождаем содержимое бутылки. Можно выпить с залпом, можно вылить в раковину, можно закатать в пол-литровую банку и сделать тем самым запас на зиму. Аккуратно отрезаю горлышко. Похвастаться наличием полноценной ножовки по металлу в далеком прошлом мог не каждый из нас. Нет, конечно же, можно было попросить сей инструмент у отца или у деда, но все-таки мы старались обойтись своими силами. Если коллектив видел, что тебе помогали, тебе обязательно это ставили в упрек и комментировали твою самоделку как-то так. Конечно, тебе папа помог так нечестно. Одним словом, каждый находил свой способ. Полученную после указанных ранее мероприятий деталь устанавливаю в крышку от той самой мностродальной бутылки. Держится все достаточно крепко, но для пущей надежности прохожусь по месту стыка суперклеем. Может и скорее всего это лишняя операция, конечно же. Но мы делаем как в детстве, а тогда я активно использовал клей. В хорошем смысле слова использовал. Оставляю нашу чудо-самоделку на сутки, для того, чтобы клей набрал прочность. Разумеется, освободившееся время зря не теряю. Поскольку изделие, можно сказать, бесполезное, для баланса энергии в пространстве и времени, занимаюсь исключительно полезными делами. Лето, к сожалению, заканчивается, а летних дел еще не початый край. Полученные емкости прикрепляют цепочку с брелочным кольцом. Конечно, носить это нечто. В кармане еще то удовольствие. Мы же использовали это кольцо просто для того, чтобы было удобно. И, если можно так выразиться, максимально круто, можно было крутить получившуюся безделушку на пальце. Опа-чо! Вот так вот. Вот так вот. Более рукастые, талантливые, умные и творческие, ну, к которым, естественно, относился и я, а вот усовершенствовали нечто еще и фонариком. Фонарик представлял собой обыкновенный светодиод и батарейку. Во времена моего детства белых сверхъярких не было, и поэтому мы использовали чаще всего простой индикаторный красный светодиод. Кратенький экскурс в мои бурные детские года окончен. Штука абсолютно бесполезная. Обратного отрицать я не буду, естественно. Но мы, все мои, по крайней мере, знакомые, делали нечто. Я буду назвать это нечто. Кстати, мы хранили в них шарики от игрушечных пистолетов. И ты всегда был, ну, короче, боекомпликт всегда был с тобой, боезапас какой-никакой. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. И буду признателен, если вы напишите, кто чем страдал, ну, страдал в кавычках, естественно, в детские и юношеские годы. Интересно. Интересно будет почитать. К слову, друзья и товарищи, мы продолжаем сбор финансовых средств для помощи собачкам и коттежкам, которые пострадали от войны. Огромнейшее спасибо всем тем, кто закинул кое-какую денежку. Спасибо каждому из вас. Когда соберется довольно существенная сумма, мы съездим в один приют и я все вам покажу. Обязательно. На сим все. Жму руку, но посрам. Пока.